книга открытым оком том 1 вопрос 183 тема смерть если приходится выбирать или жизнь матери роженицы или рождающегося младенца то как быть что об этом говорят каноны возможен ли аборт ради сохранения жизни матери отвечает игнатий тихонович лапкин у рахили были неудачные роды бытие 3518 и когда выходила из нее душа ибо она умирала то нарекла ему имя бенони но отец его назвал его вениамина известно еще несколько подобных случаев как соснахой или я и другие но нигде не стоял вопрос о сохранении жизни матери за счет другой жизни правило василия великого 2 цитата умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства тонкого развлечения плода образовавшегося или еще не образованного не образованного у нас нет ибо здесь полагается взыскание не токмоза имевшая родиться но и за то что наветовала самой себе по элегу жены от таковых по ушей покушений весьма часто умирают 7 совокупляется и погубление плода яка другое убийство от дерзающих на сие умышленно впрочем подобает не до кончины простирать покаяние их но принимать и их в общение по исполнении десяти лет врачевание же измерять и не временем но образом покаяния случай из жизни роды в позднем возрасте женщина в критическом состоянии ребенок родился мертвым возник спор как и сообщить об этом если сказать что ребенок живой то это может поддержать ее жизненные силы но это будет ложь если сказать правду то это убьет ее остановились на том мнении что если правда может убить то пусть умрет случай из моей практики я жил в пензе на квартире у баптистов хорошая семья трое детей вдруг врачи говорят в один голос что карпово марфа кузьминична должна прервать беременность ради сохранения своей жизни она плачет целыми днями боится греха у нас не были очень теплые добрые отношения и мы каждый день склонялись на колени и молились об этой беде и вот тут совершилось совершенно неожиданное в эту баптистскую общину из южной республики приезжает врач верующий баптист лет шестидесяти но еще очень крепкие сокладистой нетрунтой бородой он сам обследовал ее несколько раз и даже с другими врачами и консилиум единодушно утвердил рожать нельзя когда я узнал об этом мы открыли библию и первое что попало на наши глаза было следующее книга его 16 и был день когда пришли сыны божии предстать преды господа между ними пришел и сатана я сразу твердо заявил ей что это лже брат и он обольщает ее второе коринфянам 11 3 но боюсь чтобы как змей хитростью своей прелестил еву так и ваши умы не повредились уклонившись от простоты во христе 2 коринфянам 11 14 и не удивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света она имела большое доверие ко мне и даже почтение и мы снова стали молиться и она успокоилась роды были спокойны и безвредные для матери родился четвертый ребенок павлик его стали звать моим вырос прекрасный хлопец совершенно здоровый после этого она родила еще семерых детей и точно такой же случай был у моей родной сестры валентины кто желает убедиться побеседуйте с ней и так молитесь и доверьтесь богу как говорят казахи бог дал барашка бог даст и травинку